МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что получится, если совместить огромное пространство, множество желаний и полное отсутствие опыта и денег? Ничего хорошего, особенно если речь идет о строительстве загородного дома. Именно так и случилось с героями сегодняшней программы. Знакомьтесь, наши герои Виталий, Настя и Елена Михайловна Соколовы. История загородной жизни этой семьи началась 7 лет назад с радостного события и обернулась горьким финалом. В 2002 году супруг Елены Михайловны Алексей Викторович начал строительство этого огромного дома. Но осуществить мечту судьба ему не позволила. Два года назад он ушел из жизни. Дом по наследству перешел к нашим героям, но оказался обузой. Ведь нужно довести его до ума. А как это сделать, молодые люди не знают. В итоге все это время дом так и стоит в недостроенном состоянии. У Виталия и Насти, во-первых, нет опыта, а во-вторых, денег. Они пользуются только вторым этажом. Его кое-как осилили. Но несмотря на жизненные неурядицы, эта молодая семья не унывает. Настя увлекается историей искусств. И в дальнейшем молодая хозяйка дома мечтает превратить полуразрушенное здание в красивый дворец, выполненный в стиле Прованс. Ведь именно в этом стиле как нельзя лучше сочетаются гармония и изысканность. Но мечты мечтами. А пока в коттедже нет даже гостиной комнаты. Нашу программу Виталий и Настя попросили обустроить именно это пространство. Елена Михайловна, Виталий и Настя, очень приятно с вами познакомиться. Я так поняла, что это единственная жилая комната в этом огромном доме. Зачем это связано? Почему только она существует в таком огромном пространстве? У нас такая история получилась, грустная история. Этот дом начал строить мой муж, папа его. Он большой дом, 600 квадратных метров. Я уже заметила, что это масштабы. И он хотел, у него такая мечта была, чтобы родовое гнездо создать. Вот он хотел, чтобы мы все жили здесь в одном доме. И чтобы у него еще три брата есть с своими семьями. Тоже, чтобы все здесь разместились. Просто два года назад он умер. И... Говорите, ребят. И мы хотим, как же так сказать... Сейчас мы живем здесь вдвоем с мужем. За неимением времени и средств никак не можем... Руки не доходят, руки, понимаете. Они очень заняты, очень... А я сюда редко приезжаю. Работа серьезная, вы чем занимаетесь? Я юрист. Вот только-только начинаю работать. Потихонечку. Интересное сочетание юристов и учительниц. Ну, я так поняла, что задача, в общем, ясна. Вы хотите осуществить ту мечту, которой жила вся семья на протяжении стольких лет, да? Да, да, да. Правильно. Так как вы теперь представляете себе то пространство, которое будет ключевым, самым главным в этом доме? Он любил красоту, чтобы в комнате было как-то светло. Чтобы тепло, уютно было, чтобы всем было комфортно. И у нас вообще дружная семья, как сами понимаете, потому что мы все хотели вместе жить. Вот. И хотели каминный зал там сделать, и чтобы зоны были разные. Чтобы можно было всем собраться, чтобы мы могли переезжать друзья. В общем, достаточно понятная и близкая мечта любому человеку, у которого есть собственный дом. Да, да. Лучше, чтобы было для семьи, чтобы было все самое лучшее. И чтобы было много воздуха. Садик какой-нибудь. Светы, чтобы там было. Да, много. Вот, кстати, по поводу растений. Я заметила, что их действительно много, и как будто уже специально существует пространство, выделенное для них, его можно назвать зимним садом. Сейчас, конечно, это все совершенно не облагорожено. Именно там растения мы оставим. Да, да, да. Вот они создают уют. И поэтому мы хотели вот просто оживить как бы и в память об отце, и чтобы жизнь дальше продолжалась. Вот. Чтобы дом ожил. Вот это. Задача непростая. Чтобы дом ожил, чтобы все было торжественно, помпезно, чтобы было много воздуха, и при этом, чтобы все было зелено. Задача непростая. Чтобы уютно было. Еще чтобы уютно было. Ну, конечно, мы попробуем справиться со всей этой задачей. Куда отправитесь вы, молодая семья? Мы будем у друзей находиться. У друзей, да, пойдем. Хорошим нашим друзьям. Я у внучата. Я думаю, что тогда уже через несколько дней вы все вместе приедете, и мы снова встретимся. Обязательно. Мы желаем вам удачи и пожелайте удачи новым. Спасибо вам большое. Для работы нам досталось просторное помещение в 55 квадратных метров. Здесь уже предусмотрено деление на несколько зон. Площадка под зимний сад возвышается над остальным пространством и ограничена несущей балкой. А на противоположной стороне спроектирован дымоход для камина. Что же касается непосредственно растений, то сейчас назвать их зимним садом язык не поворачивается. Так что нам предстоит не только создать интерьер, но и вернуть растения к жизни. Реализовать этот творческий проект мы попросили дизайнера Мариану Петренко. Марианна – выпускница художественно-промышленной академии имени Строганова. Несмотря на юный возраст, на счету этого талантливого дизайнера множество успешных проектов. Марианна уверена, интерьер должен отражать характер и пристрастие заказчика, а не удовлетворять творческие амбиции дизайнера. Марианна, на этот раз нам есть где развернуться. Места много действительно. И я уже вижу прекрасный зимний сад, который, конечно, еще пока не до конца оформлен. Единственное пожелание наших героев – это сохранить этот зимний сад и чтобы здесь появился камин. Какие идеи у тебя? В таком большом помещении мне бы, конечно, хотелось совместить сразу же три зоны. Первое – это сердце всего интерьера, это камин. Все-таки камин будет сердцем, не зимний сад. Да, не зимний сад. Зимний сад я хочу сделать душой интерьера. И, естественно, сделать небольшую гостиную в уголке с обеденным столом, креслом и большим хорошим диваном. Что касается зимнего сада, естественно, сейчас он совсем не похож на зимний сад. Единственное, что напоминает о зимнем саде – это действительно большое количество света, то, что необходимо просто для растений и деревьев. Большое количество растений, естественно. Мне очень хочется соорудить некую конструкцию в виде клумбы. Возвращаясь к камину, как ты себе представляешь это место? Мне очень хочется сделать около камина большой, красивый, удобный топчан. Марьяна, хозяйка этой гостиной, мечтает, чтобы пространство было элегантным, утонченным, светлым, просторным. И в то же время, чтобы здесь появилось множество разнообразных деталей, которые бы создавали уют в этой комнате, в этом пространстве. Как ты думаешь, это сложная или простая задача? Это совсем не простая задача, но очень интересная. Мне хочется привнести сюда легкий прованский стиль, французский. Я уже подготовила эскизы, которые можно посмотреть. Будет присутствовать большое количество рукотворных элементов. Особое внимание хочу уделить ковке, потому что она придает интерьеру легкость, романтичность и уют. И уют, конечно же, да. У нас будет художественный паркет. Из этой несущей балки я сделаю арку и проспешу ее. Что же касается этой совершенно пустой стенки, на ней появятся красивые рукотворные зеркала, которые будут декорированы в рамы и увенчаны красивыми упражками. Ну что ж, мне кажется, место у нас впечатляющее, такое радостное, светлое. И весна уже окончательно вступила в свои права. Много солнечного света. Мне кажется, уже пора нам приступить к работе. Да, конечно. Но прежде чем переходить к воплощению дизайнерских идей, нужно исправить строительные ошибки многолетней давности. При ближайшем рассмотрении потолок и стены в этой комнате оказались кривыми. Поэтому выравниваем их с помощью штукатурки и шпатлевки. После оштукатуривания поверхность становится ровной, но шероховатой. Чтобы устранить этот недостаток, используем шпатлевку. С ее помощью можно ликвидировать изъяны от 5 до 15 миллиметров. После того, как мы прошпатлюем весь потолок, поверхность будет готова к покраске. Ну а пока решим еще одну задачку. Дизайнер хочет разделить пространство между гостиной и кухней. Только есть одно «но». Нижняя часть арки мешает поставить дверь. Решать уравнение будем с помощью болгарки. Отсекаем лишний фрагмент арки, берем перфоратор и безжалостно избавляемся от 20 сантиметров. В былые времена зимний сад символизировал достаток семьи и положения в обществе. Ведь это то место, где человек может уйти от проблем и просто наслаждаться жизнью. Давайте оставим на время строительную площадку и отправимся в один очень интересный дом, где зимний сад играет ключевую роль. Если задать вопрос любому дачнику или владельцу вот такого дома, для чего он приезжает за город, каждый ответит, не задумываясь. Отдохнуть от суеты. Сквозь огромные окна виден весь ландшафт прилегающего участка. А захочется подышать свежим воздухом, милости просим на открытую веранду, которая является как бы продолжением гостиной этого дома. И еще одно дизайнерское решение – это зимний сад. Зимний сад может быть как отдельным зданием, пристройкой к дому, так и переделанной террасой или верандой. Как правило, стены и крыши зимнего сада монтируются из стеклопакетов или поликарбоната. Обязательно нужна защита от солнца в виде жалюзи, сетки или специального стекла, которое в зависимости от интенсивности солнечного света меняет цвет. Зимой не обойтись без дополнительной подсветки. Главный элемент сада – цветочница, стационарное устройство для посадки растений. Декоративно-лиственные растения украшают сад круглый год, а десятую часть занимают цветы. При посадке растений важно распределить их по отношению к свету, обеспечить тепло, полив и хорошую вентиляцию. Содержание зимнего сада – дело хлопотное, требует определенных знаний и уйму времени. Но удовольствие, получаемое от созерцания растений и пребывания в таком райском уголке, того стоит. Несомненно, зимний сад наших героев будет не менее уникален. А пока нам нужно избавиться от несущей балки. Эстетически она портит пространство. Но ликвидировать мы ее не будем, а превратим в арку. Размечаем края балки, режем металлические профили для гипсокартона и монтируем их с двух сторон. Только использовать для создания арки мы решили не гипсокартон, а фанеру. Крепим фанеру с помощью саморезов. И нелепая балка превращается в элегантную арку. Следующий этап – покраска потолка и стен. Потолок мы решили выкрасить в белый цвет, а для стен выбрали два оттенка – латте-карамель и шоколад. Таким способом мы достигаем разделения пространства на две отдельные зоны. На более общественную зону – гостиной и зимний сад. И на более приватную зону – это зона около камина. Пока стены сохнут, создадим основание для камина. Его мы делаем из керамогранитной плитки черного цвета. Под нужный размер распиливаем плитку с помощью болгарки и откладываем в сторону. Сначала нужно подготовить поверхность для ее укладки. Обрабатываем пол грунтовкой. Это позволит нам увеличить сцепление бетонного пола, склеиваем раствором и готовим сам клей. Надев на перфоратор специальную насадку, размешиваем клеевую смесь для керамогранита до образования однородной массы. Щедро промазываем составом пол, ровняем шпателем и укладываем декоративную мозаичную плитку. Она послужит прекрасным обрамлением будущему камину. Ну а теперь самый ответственный момент. Укладываем керамогранитные плитки. Керамогранит мы выбрали по двум причинам. Во-первых, обычная керамическая плитка не выдержит вес камина. В сборке он весит примерно 700 килограммов. Ну а во-вторых, керамика элементарно потрескается от высокой температуры. Так что основание камина – это не та статья, на которой стоит экономить. Итак, основание готово. Ну а пока плитка сохнет, мы отправимся в гости к поэту Александру Шаганову. Интересно, в его загородном доме столько же романтических интонаций, сколько в его стихах? Здравствуйте, Александр! Тань, приветствую вас! Здравствуйте! Замечательно, что вы нашли время оказаться здесь, за городом, у меня в гостях. Спасибо, что вы нас принимаете. Почему вы горите? Природа у вас здесь замечательная. Вы похвастаетесь немножечко красотами здесь, чем в местах? Ну что ж, то, что называется, все в миниатюре, но тем не менее. Вот впереди река с названием Вьюнка. Это называется небольшая, но не перепрыгнуть. Такой большой ручей. А вы купаетесь там? Ужу-рыбу, летом, купаться не рискую. У вас здесь еще и места необычные, исторические? Старинное название – город Обираловки. Нынешнее название – город Железнодорожный. И вот сюжет, который разворачивается в произведении Льва Толстого, Анна Каренина, случился именно в этих местах. И, знаете ли, это как-то вот тоже настраивает на определенное вдохновение творчество. То есть иногда вы ходите к дороге железной, смотрите, вдохновляете? И тогда я вспоминаю великий гений Толстого и то, что называется, хочется соответствовать. Хочется соответствовать. Вообще, это загородное пребывание, оно настраивает на такое несуетное, неспешное течение и мысли, и вдохновение, если случится. Вот, я всем рекомендую, если есть возможность, ну, посвятите какую-нибудь часть своей жизни, какой-нибудь кусочек своей жизни обязательно пребыванию на природе. Я думаю, что телезрители вас послушаются, но происходит, что вы покажете, как вы живете в вашем доме. Пожалуйста. Ой, как у вас здесь уютно. Да, здесь небольшая комната, но я ее очень люблю, потому что, мне кажется, вообще за городом не нужно очень большие площадя, потому что много времени проводится все равно на свежем воздухе. Но надо, тем не менее, где собраться, чтобы попить чай, чтобы поужинать. И опять все деревянное, вагоночка. Лежится по-другому. Лежится по-другому. Потом, если все-таки в городе мы живем, я не знаю, в кирпичных зданиях, то пускай хотя бы вот за городом у тебя будет, как бы, воспоминания о деревянском детстве. Потому что мои корни, моего папа, моего дедушки из-под Владимира, и я помню свое босоногое детство, эти деревянные дома. Ну, вы деревянный дом в лесу, я смотрю, у вас шикарный, роскошный сосновый бор. Я за ним стараюсь ухаживать. И вообще, это очень важно, следить за лесом. Если бы я не стал поэтом песником, я бы, наверное, стал таким лесничим-лесняком. И доставлять удовольствие. Александр, у вас замечательный дом, наполненный теплом, уютом, настоящее семейное гнездышко. И мне бы очень хотелось сделать вам подарки. Александр, наш партнер, компания Skylink, дарит вам модем, с которым вы можете воспользоваться 3G-интернетом в Москве и области уже сейчас. Огромное спасибо, друзья. Еще один подарок. Компания Aqua4 дарит вам фильтры для воды Aqua4 Crystal со сменными картриджами и отдельным краном. Этот фильтр снабжен специальными волокнами аквалент, который превосходно очищает воду от вредных примесей. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо, фантастик. Подарков становится больше, и они сами становятся все больше и больше. Немецкая компания Thomas дарит вам моющий пылесос Thomas Twin T1 с аквафильтром. С этим пылесосом воздух в вашем доме будет чистым и свежим, потому что Thomas моет дом и воздух в нем. Огромное спасибо Thomas и низкий поклон программе «Дачный ответ». Ваш визит просто войдет в историю моей семьи. Спасибо большое. Пока Таня Грамон наслаждалась общением с Александром, мы начали выкладывать дубовый паркетный пол. Для хорошего сцепления с клеем бетонный пол сначала грунтуем, а затем с помощью влагостойкой мастики к бетону приклеиваем фанеру толщиной 10 мм и закрепляем ее саморезами. Фанеру необходимо предварительно распилить на фрагменты для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Паркет можно укладывать только в помещении с постоянным влажностно-температурным режимом. Если помещение слишком сухое, паркет будет ссыхаться. Если же помещение слишком сырое, паркет будет набирать в себя влагу и увеличиваться в размере. Температура воздуха в помещении должна быть 18-25 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха 40-60%. Наборный паркет и бежево-коричневые стены уже преобразили это помещение. Но разве может интерьер гостиной с зимним садом обойти с безрукотворной росписи? Конечно, нет. По крайней мере, так считает дизайнер проекта. С помощью росписи дизайнер решила задекорировать единственную пустую стену этой комнаты. Сперва создаем художественную арку. Зачем? Об этом чуть позже. Стилю Прованс свойственна роспись с цветочным орнаментом, выполненная на светлом фоне. Поэтому все основные элементы росписи дизайнер прорисовывает белой краской. Роспись я делаю акриловыми кратками на водной основе. Орнамент я выбрала растительный, который прекрасно подходит для французского Прованса. Переходим к зеркальной начинке арки. Для того, чтобы визуально расширить пространство, мы решили использовать проверенный декораторский ход. Создать зеркальную стену. В стиле Прованс ценятся элементы без особого изыска, но сделанные собственноручно или на заказ. Их очарование в самобытности. И эта зеркальная стена не исключение. На очереди у нас роспись арки, ведущей в зимний сад. Аккуратно, тонкой кисточкой прописываем детали цветочного орнамента. Цветочный орнамент играет знаковую роль в стиле Прованс. Он олицетворяет в интерьере яркие краски среди земноморских цветочных полей. Ну а пока дизайнер создает витиеватые элементы, мы займемся выбором освещения для этой гостиной. Гостиная – самая универсальная комната в доме. С одной стороны, это лучшее место для приема шумной кампании. Но в то же время тихий семейный вечер хозяева дома проводят тоже в этой комнате. Именно поэтому существует несколько правил размещения светильников для гостиной. Делим гостину на несколько составляющих. В гостиной можно принимать гостей, можно обедать, если есть столовая зона. То есть для этого всего больше подходит центральный свет, это верхний. Если какая-то идет релаксация, то есть чтение книг и все такое, это, скорее всего, торшеры. То есть каждый светильник играет свою роль в интерьере. Тем более, что сейчас дизайнеры придумали поистине уникальные светильники самых необычных форм и конфигураций. Для любителей гламурного дизайна есть люстра, выполненная из кристаллов Сваровски. Любителям дворцовых интерьеров предложат классику. Ну а особо предвзятым покупателям смогут подобрать хай-тек. Невероятное сочетание классики и модерна. И вот этот оригинальный торшер, из которого можно сделать настоящую световую стенку. В общем, выбор невероятно велик. Появилась новая линейка светильников. Это сочетание кованых элементов с горным хрусталем необработанным. Очень красивые. Их можно применять вообще в любой интерьер. Вывод напрашивается сам. Главный секрет хорошего освещения для каждой функции – свой светильник. Поэтому для стен мы подобрали незамысловатые бра. А с люстры поступили иначе. Вот эта красавица со множеством маленьких абажуров займет почетное место в центре гостиной. У нас гостиная и зимний сад выполнен в стиле французского Прованса. Для этого стиля характерны изящные люстры с плавными формами. Поэтому мы подобрали достаточно изящную, красивую люстру. Она достаточно большая, что нам и нужно было. И, соответственно, несколько бра. Итак, крепим выбранные бра на зеркальную стену. А вот с люстрой повременим. Сперва закончим все напольные работы. В каминной части затираем швы. Затирку мы специально подобрали светлую, в цвет мозаичной плитки. Теперь нужно оциклевать пол. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования. Барабанной машинкой удаляем загрязнения и небольшие дефекты до 3 миллиметров. Плоскошлифовальная машинка снимает 0,2 миллиметра и доводит паркет до абсолютно ровного и идеального состояния. И, наконец, под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест. Паркетный пол очень красив и долговечен. Срок службы до 50 лет. Так что мы создали для наших героев пол на века. А раз так, самое время перейти к выбору камина. Его мы тоже хотим сделать на века. Как сделать камин и не разориться? В наше непростое время этот вопрос особенно актуален среди ценителей загородной жизни. Изначально каминные топки и порталы к нам в страну везли из стран Западной Европы. А теперь топки производят в соседней Белоруссии, а порталы и того ближе, в России. Топки могут быть чугунные и топки могут быть стальные. Стальная топка – это полностью российского производства. Стальная топка, она ничем не хуже. То есть из середины этой топки идет отделка шамотный кирпич. Также встроены регуляторы подачи воздуха. Шиберная заслонка, которая действует на регулировку горения и тления. Что же касается порталов, наши мастера, как и европейцы, делают их из мрамора и гранита. Но есть и отечественное ноу-хау. Вот оно. Этот портал сделан из так называемого искусственного камня. И стоит он в разы дешевле. Искусственный камень – это смесь мраморной кружки и бетона. Это довольно-таки стойкая смесь, но так же, как и мрамор, и так же, как и вот колотый камень. А вот на установке камина экономить не стоит. Здесь эксперименты ни к чему. В первую очередь надо, конечно, обратить внимание на то, какой у вас дом. Если у вас деревянные стены и деревянный пол, то прежде чем ставить камин, лучше полы выложить керамической клеткой. Если дом деревянный, опять-таки, вес этого камина, он где-то достигает около тома. Поэтому здесь уже будет требоваться дополнительный фундамент. Узнав о том, что за зверь камин и как с ним обращаться, можно смело переходить к выбору самого камина. При этом нужно учитывать, что помещение у нас большое, и подобрать топку нужно так, чтобы дрова успевали прогорать и хорошо отапливали гостиную. Мы выбрали облицовку из искусственного камня белого цвета и топку стальную с верхним поднятием, и середина – это отделка шамотный кирпич. Итак, торжественный момент. На подготовленную площадку устанавливаем топку, измеряем уровнем и закрепляем ее с помощью специальных болтов. Они позволят регулировать положение топки. В установке камина все нужно тщательно и досконально промерить. Любой просчет чреват серьезными последствиями, а с огнем играть опасно. Вокруг топки собираем портал. Детали крепим между собой с помощью специального клея для облицовки каминов. Клей для печей и каминов обладает высокой термостойкостью и рекомендуется использовать в тех случаях, когда поверхность подвергается температурным колебаниям в интервале от минус 30 до плюс 150 градусов Цельсия. Караллельно с камином монтируем дверь в комнату. Она сделана из цельного дубового массива специально для этого проекта. Монтажной пеной тщательно промазываем все стыки и оставляем дверь сохнуть. В течение ближайших суток ее нельзя открывать. До окончания сроков проекта осталось всего несколько дней, а работ впереди громадьер. Поэтому нам приходится работать сразу в нескольких зонах. Развешиваем светильники, создаем для них декоративные розетки из полиуретана и собираем большую распашную дверь, разделяющую гостиную и кухонную зону. Ну а сейчас самое время отправиться в цех, где по нашему спецзаказу уже начали создавать комплект кованой мебели, о которой мечтает хозяйка дома. Существует поверие, что кованые изделия приносят в дом удачу. Ковка – один из древнейших способов обработки металлов. Несмотря на то, что расцвет этого вида искусства относится еще к средневековью, предметы, созданные кузнецами, не потеряли свою актуальность и сегодня. Воплотить в жизнь что угодно можно. Фонари, мостики, скульптуры разные. Можно карету сделать, например, в виде мангала. Мангала – это как карета старинная. Животных, стрекозы, улитки. Большие формы можно это придать. Процесс ковки за несколько столетий не сильно изменился. Сначала дизайнер прорабатывает эскизы художественных изделий. Затем этот рисунок поступает в цех кузнецу. Тот разжигает печь и накаливает металл до так называемой ковочной температуры. Для стали температурный интервал от 800 до 1100 градусов Цельсия. Для алюминиевых сплавов от 420 до 480 градусов. Раскаленный металл становится пластичным. И с помощью молота и пресса кузнец может придать ему любую форму. Процесс это несложный, зато невероятно трудоемкий. Но хватит лирики. За время этого исторически познавательного экскурса комплект мебели для гостиной уже готов. Теперь нам нужно установить это произведение кованого искусства. Перфоратором пробиваем отверстие в полу и стене. Сразу же убираем строительный мусор обыкновенным пылесосом. В получившееся отверстие заливаем специальный раствор, химический анкер, выдерживающий вес до одной тонны. И намертво крепим предметы кованой мебели с помощью 10-сантиметровых анкерных болтов. По задумке дизайнера, зимний сад будет обрамлять лавка, где наши герои смогут отдохнуть и насладиться растениями. Ее основание, впрочем, как и карниз для штор, тоже создаем из кованых элементов, закрепляя их анкерными болтами. А к зеркальной стене устанавливаем кованую барную стойку. И переходим к заключительному этапу создания камина. Термостойким печным герметиком обрабатываем края дымохода. Устанавливаем дымоход и изолируем весь короб специальной стекловолокнистой тканью. Она соткана из среднещелочного стеклянного волокна, огнестойка, противопожарна, водостойка, не гниет и не выветривается на воздухе. Сверху закрепляем ее фольгированным скотчем. Осталось только закрыть короб с топкой гипсоволокном и камин готов. Тем временем в подвале дома рабочие дачного ответа практически закончили создавать топчан для каминной зоны. Короб мы делаем из сосновых досок с помощью обычных саморезов. Сверху устанавливаем лист фанеры. Прованский стиль все больше очаровывает дизайнеров. И неспроста, ведь для достижения желаемого эффекта используется минимум средств. Таня Грамон тоже решила пофантазировать на эту тему и практически из ничего сделать очередной дизайнерский шедевр. Сегодня вместе с этим глиняным горшком мы пустимся в путешествие по Провансу. На берег Средиземного моря, где палящее солнце, каменистые осыпи и гряда соринных стен. Иными словами, приобщу этот горшок к культуре Прованса. А что значит Прованс? Это вино, виноградная лоза и виноградники. Так что изображу на горшке виноградную лозу. Ее я сделаю из специальной пасты для лепки. Которую вначале нарежу, а потом раскатаю самой обыкновенной скалкой. И острым ножом наношу рисунок. Я вырезаю виноградные листья. Прелесть этой пасты в том, что на воздухе она затвердевает. И листочки превращаются в настоящие глиняные фигурки. Точно так же я вылеплю и виноградинки. Из-за остатков пасты я сделаю веточки и усики для виноградной лозы. А когда фигурки высохнут, приклею их к горшку. А рядом с горшком я сделаю имитацию старинной стены из натурального камня. Для этого беру заранее приготовленную основу, цементную смесь и начинаю выкладывать камни. Таким образом я выкладываю настоящую каменную горку. Чтобы камни прочнее держались, я между ними так же вливаю раствор. Ну что ж, пока это каменное сооружение сохнет, я займусь горшком. Покрашу его белой краской. Ну что ж, мне кажется, что краска на лепнине уже высохла. Поэтому можно проработать рисунок золотой краской. Осталось соединить горшок в стиле Прованс и каменную кладку. Не стоит забывать, что стиль Прованс определяет не архитектура и даже не мебель, а такие подседневные мелочи, как это кашпорт. На площадке мы тоже занимаемся мелочами, только строительными. Последний каминный этап – создание так называемой шубы. Декоративной штукатуркой и валиком по всему периметру короба создаем рельеф. Это очень простой и эффектный декораторский ход. Декорируем стыки дверей и стены наличниками и устанавливаем потолочный плинтус. Теперь создаем из мебельного щита скамейки вокруг зимнего сада. Размечаем древесину, выпиливаем лобзиком под нужный размер и монтируем скамейки. Подойдя к финальному этапу проекта, дизайнер приняла решение изменить цвет стены и выделить каминную зону более насыщенным шоколадным оттенком. Красить стену нужно предельно аккуратно. Одно неверное движение – и камин или эксклюзивная дубовая дверь будут испорчены. На очереди – создание декоративной конструкции для зимнего сада. Используя нитку как своеобразный циркуль, создаем идеально ровное основание для конструкции. Камин наполнил это помещение теплом и уютом, а кованая мебель – изысканностью. Нам остался финальный и, пожалуй, самый приятный этап работ – декорирование. Начнем с выбора текстиля. Текстильное оформление играет большую роль в создании образа вашей гостиной. Обивка мягкой мебели, диванные подушки, шторы – все это наполняет интерьер душой. Хорошо подобранные шторы помогают создать в доме атмосферу изысканного уюта или динамического простора. Особенно если речь идет о загородном доме. Оказывается, принцип текстильного декорирования загородных домов сильно отличается от городской квартиры. В загородном доме используются натуральные материалы – дерево, камень и так далее. И естественно, что ткани тоже должны быть натуральные. Это и цветочный рисунок, это и клетка, и полоска, и различные орнаменты. Однако, чтобы текстиль в интерьере заставлял настоящее удовольствие, он должен быть не только качественным, но и модным. То есть рисунок должен соответствовать линиям и цветовой гамме, диктуемым новейшими тенденциями. По нашему опыту сейчас моден экологический стиль, то есть это натуральный стиль, натуральные оттенки, натуральные цвета, натуральные материалы. Очень моден сейчас пэтчворк – это лоскутная техника, в которой шьются одеяло, панно, наволочки. В принципе, можно и шторы в этой технике шить. Как правило, именно текстиль в стиле Прованса играет завершающую роль, то есть это яркий, как правило, текстиль. Такие ткани могут стать главным элементом гостиной комнаты – камертоном или самостоятельной частью декора. Также с их помощью можно создать цветовые акценты. Но оценив богатое предложение магазина, пора сделать выбор. Мы подобрали ткани для обивки дивана, кресла, топчан. Подобрали ткани для легкой тюли, которая организуется как драпировка. Это ткани, состоящие на 50% из хлопка, имитируют натуральную основу. Значит, это ткани-компаньоны – полоска, цветочный орнамент и однотонная ткань. Но не будем торопиться с наполнением комнаты текстильным декором. Сначала повесим люстры. У нас их две – кремовая и черная. Вот теперь все готово к появлению текстиля, декоративных подушек, растений и основы под зимний сад. Кованые элементы прекрасно вписались в этот интерьер, подчеркивая своим цветочным орнаментом утонченность и простоту прованского стиля. Устанавливаем в зону релаксации диван. Кстати, мы не стали покупать новый, а перетянули старый хозяйский и дали ему вторую жизнь. Пожалуй, в этой комнате все готово к приезду хозяев дома. Не хватает лишь одной, но самой существенной детали – растений. Вследствие плохого ухода растения в этом зимнем саду утратили былую красоту и силу. Но не стоит отчаиваться, есть верный способ вернуть комнатным растениям достойный вид. Какой – сейчас узнаем. Вот передо мной совершенно обычный папоротник. Вот что с ним случилось после зимы. Что надо с таким растением делать? Во-первых, всегда задается вопрос. А нельзя ли подкормить каким-нибудь удобрением? Вот этого категорически нельзя делать, потому что растение ослаблено, хороших зеленых растущих листьев мало. И, естественно, если мы начнем кормить растение удобрениями, то мы только усугубим его положение. Поэтому самое первое, что надо сделать, это вырезать все плохие пожелтевшие части. И после того, как мы вырежем все рыжее некрасивое, а берем все вот эти опавшие листья, то растение уже будет выглядеть лучше и в конце концов начнет хорошо обрастать. И когда мы видим, что он идет в активный рост, вот в этот момент можно растение подкармливать. Вот еще вариант растения, не очень хорошо пережившего зиму. Значит, это агланема. Что делают с таким растением? Надо взять какую-то емкость, насыпать туда, можно просто песок, можно просто торт. Проливаем, естественно, чтобы земля была влажная. И после этого вот это растение перечеренковым. Посмотрите, вот идет старый ствол, и я режу это растение в том месте, где ствол еще более или менее молодой, но уже отвердел достаточно. Вот, например, вот так. Получившийся черенок я сажаю в землю. Здесь у нас проводящие сосуды, через которые растение потом питается. Соответственно, чтобы не повредить вот это основание, а мы же срезали острым секатором, нужно обязательно либо какой-то палочкой, либо просто руками сделать ямку в земле отверстие, и туда посадить этот черенок. И прижать его хорошенько, чтобы он не болтался. Вот в таком виде останется этот черенок до укоренения. Так что не волнуйтесь, если с вашими бетонцами не все в порядке, все поправимо, и я думаю, что сейчас, когда день уже становится длинным, растения пойдут в рост и восстановят свою прежнюю красоту. Согласитесь, после этих нехитрых манипуляций растения зимнего сада не узнать. Но это не все сюрпризы. Нашим героям мы устанавливаем прямой городской телефон SkyLink с безлимитным московским номером. Установка занимает не более пяти минут. И теперь все готово к их возвращению домой. В этой гостиной мы старались учесть все пожелания наших героев, и, по-моему, у нас получилось. Проект полностью индивидуален и на 90% состоит из рукотворных предметов. Быть может, поэтому в интерьере витает частичка души дизайнера и всей строительной группы. Очень хочется верить, что эта гостиная, созданная в память о главе семейства, вернет этот большой бесхозный дом к жизни. И эти стены снова услышат счастливый смех наших героев. Мариан, помещение, конечно, значительно преобразилось, я бы сказала, кардинальным образом. Только цветы можно узнать. Да, да, резинный сад мы решили сохранить в память о ботце, но добавили цветущих, ярких, красочных растений. Действительно, получилось очень эффектно. Ну, давай поговорим теперь вообще про краски в этом доме. Все выполнено в таких вот натуральных оттенках. Коричневый, кремовый, немного белого. Почему ты выбрала такую гамму? Мне хотелось обогатить этот интерьер светом и теплом, чего совсем не хватало. И об этом мечтали наши герои. Да, конечно. Прежде всего, хотелось бы сказать, что появился камин. Я надеюсь, что это будет гордостью и теплом этого дома. Пойдем дальше. Обратим внимание на эту стену. Почему ты решила, что зеркала – необходимая деталь для этой стены? Зеркала я решила расположить напротив входной двери. Дверь у нас выполнена из массива дуба с витражными красивыми желтыми вставками. Для того, чтобы расширить и подчеркнуть пространство, напротив двери я решила расположить зеркальную стенку, которую мы сами выкладывали и расписывала я акрилыми красками. Нельзя не отметить обилие кованых деталей. Расскажи, как они здесь появились. Я решила обогатить интерьер легкими коваными изделиями, сделанными по моим эскизам, с растительными элементами, чтобы подчеркнуть присутствие зимнего сада и, как я уже говорила, немного добавить французского Прованса. Ну, теперь хотела бы, конечно, отдельную главу в нашей беседе посвятить зимнему саду, в котором мы сейчас с тобой находимся. Мне кажется, получились две совершенно разные зоны. Там такая более кулуарная, спокойная, вечерняя. А здесь прямо хочется проводить время целыми днями, потому что за окном еще такой зимний пейзаж, а здесь уже настоящее лето. Да, Даша, мне в это помещение очень хотелось создать атмосферу уюта, спокойствия и небольшой романтики. Это у тебя отлично получилось. Мне кажется, композиция завершена, и теперь осталось только дождаться героев. Будем надеяться, что им очень понравится. Желаю нам с тобой удачи. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Виталий, Настя, Елена Михайловна, добро пожаловать домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Потрясающе. А-а-а-а. Здорово. Дарья, ничего потеряли. Ой, как здорово-то. Камин. Ребята, камин. Как открывается. Попробуйте сами. Ничего сложного там нет, Настя. Ух ты, здорово-то как, а. Все уже подготовлено. Да, здорово. До следующей зимы, когда камин вам действительно понадобится, вы научитесь им пользоваться. Конечно. Здорово, здорово, здорово. Так, у меня ноги ватные уже. Все, да? Нет, здорово. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на вот эту зону как раз, да, потому что с камином мы вроде разобрались. Вы просили, Елена Михайловна, я помню, что вам бы хотелось, чтобы как можно больше разнообразных зон было, да? Да, да, да. Зона отдыха, зона для приема гостей. Мне кажется, здесь как раз гостей самое вот подходящее место принимать. Да, конечно. Замечательно. Между прочим, это ваши диваны, это ваши домашние семейные диваны, которые вы просто перетянули. Сума, счастливы. Какие вы молодцы. Какие руки золотые. У меня даже... Смотрите на растение. Ну, на растение мы сейчас еще отдельно обратим взгляд. Я мечтаю. А кованая мебель, помните, вы говорили, что вам показалось какое-то уюта? Вот кованая мебель, она везде. Спасибо вам. Здорово. Здорово. Прямо сочетание современного, старинного, да, зеркала. Да, и здесь такой уголок. Как мы хотели, да. Очень здорово. И, по-моему, есть место для танцев. Как вы думаете? Конечно, конечно. Это сто процентов. Виталий, Настя, может быть, что-то сейчас исполнить, попробовать? У нас без мусора. Дай мне вальчик. Ой, вальчик. Это да. Поднимайтесь наверх. По-моему, самое время уже насладиться отдыхом в зимнем саду. Да. Оглашаю вас. Здесь и наши цветы еще какие-то. Да, да, да. Чтобы оживить картину, для того, чтобы придать этому зимнему саду вид ухоженный. Мы все-таки добавили свои цветы. Я в шоке. Просто в шоке. А я буду ухаживать за любимыми своими растениями. Наконец-то еще полно кучи новых появилось. Да. И так это все красиво. Знаете, что я хочу сказать? Замечательно. Мне кажется, вы хорошую атмосферу создали здесь. Просто действительно хорошую атмосферу. Позитивную. Очень теплую. И вот она не кричащая, не вычурная. А все как-то гармоничное. И чувство мира, и чувство вкус. Все есть. Как вы думаете, этот дом заново оживет? Да, обязательно. На самом деле, это еще не все сюрпризы, которые мы для вас приготовили. Так. Интересно. Компания Аквафор установила в вашем доме фильтр для очистки воды. Аквафор Кристалл. С уникальными волокнами Аквален. Которые превосходно очищают воду от вредных примесей. Так что теперь в вашем доме всегда будет чистая вода. Спасибо огромное. Алина с подарками. И еще наши партнеры установили в вашем доме городской телефон с прямым московским номером. Ой, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Машенька, это я. Ты меня хорошо слышишь? Хорошо. Нам прямой телефон поставили. Да, подарили. Ну все, можете приезжать к нам в гости. У нас так здорово. Виталий и Настя, теперь если говорить о будущем, если мечтать о нем, как вы будете здесь проводить время? Каким вы видите свои вечера в этом доме, свои выходные дни в этом доме? Мы рожаем детей. Да. У нас будет праздник, начало день. На самом деле. Десять штук хотели. Да, десять штук. Десять штук. Хотя в этом доме, в таком большом доме, есть все вместе. Все вместе. Все вместе. Все вместе. Да. Вы вдохнули жизнь в этом доме и в нас тоже. Десять штук. Именно так, как мечтал его создатель Алексей Викторович. Сегодня нам удалось воплотить жизнь в задумку семилетней давности. Если у вас есть дачные вопросы, пишите нам. У нас всегда есть дачный ответ. Обрати внимание, сделано в Германии. Дас из Томас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова